Друзья, всем здравствуйте, всем хорошего настроения. Мой маленький короткий видосик по поводу того, что мы сейчас ездили в пансионат в Ленинградской области. Все их беженцев разделяют по санаториям и пансионатам с Украины, из Донбасса беженцев сейчас очень много. У людей не осталось ни работы, ни дома, ни семьи. Ну, семьи, надеюсь, остались, а у кого-то и семьи не осталось. Домашние животные у кого-то были, если у вас есть домашние животные, вы знаете, что такое потерять домашнее животное, потерять еще и близкого человека. Ну, в общем, пока я сейчас нахожусь здесь, на границе, я помогаю нашим военнослужащим и беженцам в Петербурге. Например, наши сотрудники собрали деньги, около 200 тысяч рублей, скинулись и, понятное дело, основную часть мы из своей кассы на ремонт или багета добавили. Так, почти части разобрала. Вот, списываем. Еще тут написала немножко. Есть, что у нас тут, творчики. Тапошки, кусочки, 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 крючки. Здесь у нас тоже низкий набор яблок. Который, кстати, суперник. Вот у вас в каждом кармашке вот такой вот домик. Вы же сидите. В животке каждый такой день. Добавила, нашла размер карточки, я положила. Так, покажу тут тоже. Шампуньку. Ну, по мере знания людей я добавила кое-что им необходимо. Ну, вот так вот оно примерно будет. Это только начало. Вот так. Сейчас. Так, это у меня уже не хватило сил дописывать. Ну, ничего, будем стараться. Все есть. Все хватит. Как так всем хватает, даже много. Бабушки, дедушки обрадуются. Вот. Вот опять. Спасибо. Разбираемся. Мы закончили. Семочка мне помогла немножко. Потому что очень много, уже поздно. Срушать сильно не хочется. Все подпишены. Все красивенько. Руктики. Вот вторая часть есть. Все есть. Это на бабушке. Бабушке мы комнату пойдет. Пауэрбанки еще стоят. Посмотрю точно, кто нуждается. Ну, и вот, что и осталось. Будем выдавать нуждающимся и вновь прибывшим. Немножко фрукты раздам завтра детям. Там чемодан еще не раскрывало. Многие, кто, получается, в заказе есть, они выехали. Ну, что заменим? Не страшно. Мы ездили в пансионат, запретили нам снимать видео. Люди боятся показывать свои лица, боятся, что их будут преследовать. Поэтому есть чуть-чуть совсем фотографий. В общем, это видео о том, что я понимаю, что вам некогда и нет возможности. И действительно, это страшно. И лучше не делайте этого. Даже здесь на границе. Ну, в общем, вы все и сами прекрасно понимаете. Но я здесь, я выкладываю свою карточку. Если вы в Петербурге, есть наши мастерские. Вы можете туда принести одежду. Одежда не обязательно новая. Но главное, что в хорошем качестве. Нужны взрослые, в первую очередь, размеры. И детские нужны. Там очень много деток. Там порядка 200. Ладно, я не буду называть цифру. Много деток, чтобы никого не обмануться. В общем, на них на всех, как мне сказали, всего 5 самокатов. Дети обустраиваются. Сейчас лето. Они начинают бегать, прыгать, играть. Нужны простые вещи. Простые игрушки, какие-то сладости, которые долго не портятся. Вы можете тоже приносить нам в мастерские, где ближайшая к вам. Одежду, что у вас есть, приносите. Мы все это передадим беженцам, которые сейчас пытаются устроить свою новую жизнь в Петербурге, в Ленинградской области. Мы там набираем себе сотрудников. Если кто-то захочет, у нас уже есть предварительные записи. Дадим тоже им работу. На общих началах, как у всех. Ну, а, соответственно, нужно дать им жилье. Тоже мы над этим сейчас работаем. Ну, а я здесь помогаю людям. Поэтому вы не можете приехать, но вы можете частичку своего добра, своего сердца, тепла передать через нас. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова